Дроны-шахед Терроризм Присутствие новых элементов существенно увеличивает способность боеголовки поражать такие цели, как электростанции, распределительные сети, линии электропередач и крупные мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы. Террористы в лице Арефии хочут сделать это оружие еще более смертоносным. Они не в состоянии изменить ничего на поле боя. И они стараются придумать хоть что-то для того, чтобы наносить больше ущерба. Конечно, российские власти по-прежнему отрицают, что дроны иранские и называют их «Герань-2». Сильно ловко откачивать не будем, поэтому я очень отношу вас сильно на этих иранских, потому что это классика. Есть это слово «нет», да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признали. Светлана Николаевича. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, нет, поскольку все это не более чем набор, ничем необоснованных умозаключений и претянутых за уши предположений. Но как название не меняй, а качество остается неважное. Украинские военные на фронте легко сбивают шахены. Они шумные, их слышно и видно. Поэтому остается запускать их по мирному населению. Давайте, 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 давайте. Ну, давай! Вон иди, стрелять! И сколько бы российские власти не дохваливали свое псевдовооружение, Самые современные виды вооружений, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов. Во всем мире они ценятся среди военных профессионалов за надежность, качество и, главное, высокую эффективность. Эксперты утверждают, в Украине уже производятся собственные дроны, которых российской армии по-растоящему стоит опасаться. В Украине сейчас есть несколько десятков групп разработчиков, каждый из которых создает какую-то отдельную или конструкцию, или готовый проект в виде беспилотника дрона, или уже масштабирует производство. Очень много оборудования сейчас создается в Украине. А что касается шахедов, нужного эффекта их использования в любой модификации не дает. Украинское ПВО адаптируется к любым вызовам. Угрозы, естественно, есть, потому что это взрывчатка. Это взрывчатка, которая летает на летающий балалайке, она стремится к тому, чтобы попасть куда-то, в какой-то объект, который очень нужен мирному украинскому населению. Не всегда им это удается, и украинское ПВО сбивает эти объекты. Будет ли изменяться ситуация, если в небе украинском появятся какие-то новые иранские дроны? Матвей, это очевиден, собьют все. Продолжение следует...